Чен Чжан Лэй Сегодня он с учениками продемонстрировал храбрый, воинственный и сильный стиль, особенности техники Тай Ди Чюань семьи Чен, которая совершенно не похожа на пластичные свободные движения обычной гимнастики Тай Ди Чюань. В наши дни гимнастика Тай Ди Чюань используется обычно для утренней зарядки. В большинстве случаев это упрощенное искусство Тай Ди Чюань с целью укрепления и поддержания здоровья. Мастер-ушуист Чен Чжан Лэй – потомок по прямой наследственной линии рода Чин в 19-м поколении. Восемь лет он начал учиться у знаменитого мастера Тай Ди Чюань, брата-отца Чен Чжао Пи, боевому искусству Тай Ди Чюань своей семьи. Сегодня мастер Чен Чжан Лэй является выдающимся хранителем и учителем китайского национального боевого искусства. Стиль Тай Ди Чюань семьи Чень характеризуется твердостью и податливостью. Его приемы своеобразны по применению силы и, как говорят знатоки, напоминают вращающее и поворачивающее движение наматывания шелковой нити. В Таулу, комплекс приемов, содержатся также и такие телодвижения, как подпрыгнуть, прыгать, скакать и перескочить. На протяжении нескольких сотен лет сменилось много эпох, но стили борьбы, простые и старинные приемы не меняются. Если говорить о возникновении Тай Ди Чюань, то в первую очередь люди вспоминают Джан Сань Фэна. Благодаря рыцарскому роману «День юна» и фильму «Джета Ли» легендарная история о Джан Сань Фэне стала известна многим людям. Согласно преданиям, Джан Сань Фэн в совершенстве владел шаолинским кунг-фу, путешествовал по известным горам и большим рекам страны и повсюду обращался к героям и рыцарям к кугушуистов. Как-то на горе Удан Шань он стал свидетелем сражения змеи и журавля. Под воздействием даотского натурфилософского чиня Ин и Ян, Джан Сань Фэн создал известный во всем мире Тай Ди Чюань и стал его родоначальником. Чиня Ин и Ян, Джан Сань Фэн Чиня Ин был известным даотством, жившим в конце династии Юань в начале династии Мин. Всю жизнь Джан Сань Фэн скитался по свету. Императоры, правившие под девизами Хуну Юн Ле, династии Мин, отправили людей, чтобы найти его. Пройдя через необычайные испытания, Джан Сань Фэн заслужил уважение в кугушуистов, как родоначальник наидзятьюань, кулак внутренней семьи горы Удан Шань. Многие последователи школы Тай Ди Чюань полагают, что именно Джан Сань Фэн основал его. Тай Ди Чюань, Тай Ди Чюань Будучи одной из идеологий, Тай Ди, Великий предел, существует в Китае несколько тысяч лет. Можно сказать, что Тай Ди Чюань является отображением тела в китайской культуре перемена. В книге Джуань Си Ци «Традиция перемен. Комментарии» рассказывается, что перемены имеют Тай Ди, Великий предел. Это рождает два образа, и не Ян. Два образа рождает четыре символа. Четыре символа рождает восемь триграмм. Кто же раскрыл безграничную тайну в космосе лишь такой простой и чудесной картиной? Тай Ди Чюань Место слияния рек Хуан Хэ и Ло Хэ находится на территории нынешнего уезда Вэньсянь, провинции Хэнань. По преданиям, в прошлом Фуси именно здесь наблюдал природное явление. Раскрыл тайну Тай Ди и составил первую главу, посвященную цивилизации в районе реки Хуан Хэ, преднебесный план Тай Ди. Село Чэн Диа Гоу расположено на берегу реки Хуан Хэ является, родиной Тай Ди Чюань семьи Чэнь. В этой небольшой горной долине почти все жители носят фамилию Чэнь. Здесь они живут уже более 600 лет. Предок по прямой линии рода Чэнь в девятом поколении Чэнь Ван Хин учился в областной школе литературе и военному делу. На основании теории культуры Тай Ди о переходе от Инь к Ян и обратном переходе, теории традиционной китайской медицины о кровеносных сосудах, а также учение даосизма о гимнастических дыхательных упражнениях создал Тай Ди Чюань семьи Чэнь. Тай Ди Чюань. 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 Боевое дело превыше всего. Благодаря усилиям нескольких поколений рода Чень, после создания предком по прямой линии рода Чень девятом поколении Чень-Манхином кулачного боя Тай-Ди Чюань, сформировался целый комплекс особенностей техники боевого искусства, основанной на теории, обладающей эффективностью в ходе применения на войне. Благодаря усилиям нескольких поколений рода Чень-Манхином кулачного боя Тай-Ди Чюань используют технику боя, применяя разное оружие, в частности, саблю, копье, меч и палку. Слово «мастер Тай-Ди Чюань» владеет всеми видами оружия. Туй-Шоу «толкающие руки» является своеобразным приемом в Тай-Ди Чюань в борьбе с напарником. Толкающие руки выглядят вроде бы обычными и бессильными, но на самом деле в них скрыты смертельные мотивы убийства. Мастер Тай-Ди Чюань пытается найти точку для нападения на противника, чтобы в одно мгновение, когда он делает телодвижение, изменить центры его тяжести, разделить силу удара, нанести удары по силе с помощью силы противника и победить его. Тай-Ди Чюань В период господства холодного оружия целью боевого искусства было истребить неприятельские войска и защитить себя. Хотя в ходе обычных тренировок в ушу каждое передвижение было смертельным и порой было трудно избежать ранений. Прием толкающей руки представляет собой одно из изобретений мастеров-ушуистов. Упражнения толкающей руки, такие части тела, как, например, ладонь, плечо, локоть, таз и бедра помогают друг другу. Такая особенность техники применения приемов с близкой дистанцией не только помогает достичь эффекта, когда оба человека вместе тренируются, но и уменьшит вероятность получения травмы. В родовом храме в Чэн Ди Гоу стоят статуи известных мастеров кулачного боя прежних поколений семьи Чэнь. В середине находится статуя Чэнь Ван Тина, основателя Тай-Ди Чюань семьи Чэнь. На обеих сторонах стоят статуи создателя Лао Дзя, старый стиль Тай-Ди Чюань семьи Чэнь, Чэнь Чан Сина и теоретика Чэнь Синя, который составил иллюстрации приемов Тай-Ди Чюань семьи Чэнь.